В Томской области начали запасать плазму крови пациентов, перенесших коронавирус. Ее будут использовать при лечении больных COVID-19, которые находятся в реанимации. Сегодня забор нужных компонентов ведется в ежедневном режиме в региональном центре крови. Донорами уже стали десятки томичей. Дарья Сосновская подробнее. Осмотр врача, определение группы, затем забор крови. Эти этапы руководителю областной стоматологии Натальи Николаевой уже знакомы. Сегодня она во второй раз сдает плазму после того, как переболела коронавирусом. Я болела летом, болела тяжело. И как только состояние здоровья мне позволило, я приняла решение, что мне необходимо сдавать плазму, потому что у меня высокий титр. Плазма таких томичей, как Наталья, по сути, одно из лекарств, которые необходимо больным с тяжелой формой COVID-19. В крови таких доноров есть антитела, а они-то и помогают бороться с вирусом. Поэтому заготовку антиковидной плазмы начал региональный центр крови. Плазма антиковидная, готовая для лечебного применения. Антикетка, группа крови, резус-фактор. Сейчас в хранилище центра уже больше 70 доз антиковидной плазмы. Донорами стали 50 человек. Причем на карантине плазма проводит не больше дня, пока готовятся необходимые анализы. Ее вирус активирует все равно, но обязательное условие мы не можем исключить, определить то же самое гепатит, ВИЧ, сихилис и остальные заболевания. То есть это у нас приоритетом все равно будет являться всегда. Антиковидную плазму, в отличие от простой, могут сдать даже те, кто раньше никогда не был донором. Однако только того, что человек переболел коронавирусом в последние три месяца, будет недостаточно. Доноры должны быть возрастом от 21 до 55 лет, вес не менее 60 килограмм. Не иметь противопоказаний вообще в принципе к донорству. И иметь определенную концентрацию антител к вирусу. В центр ежедневно приглашают и постоянных доноров, которые перенесли ковид. Понимаю, что у меня могут быть еще случаи в близком окружении, и это может помочь и моим близким, ну и в принципе, конечно, и другим людям. Заготовленных доз, говорят врачи, хватит, чтобы обеспечить сегодняшнюю потребность ковидных госпиталей региона. Задача – сделать запасы антиковидной плазмы для разных групп крови. А для этого нужны доноры, переболевшие томичи. Их в центре крови теперь ждут ежедневно.